О войне многие знают только по фильмам или рассказам своих бабушек и дедушек. Когда-то это была общая беда, весь мир воевал с фашизмом. Но сегодня многие узнали о войне лично. Раньше всех объединяла борьба с фашизмом, а теперь у каждого народа своя война. Иранские беженцы, сирийские, афганские, беженцы из стран Африки. А теперь вот появились и украинские беженцы. Они пытаются найти спокойное место, чтобы просто вдохнуть в чистый воздух, без запаха, гари и страха. Поесть нормальной еды, выспаться без кошмара. Кому-то некуда возвращаться, и он пытается начать новую жизнь заново. Кто-то верит, что скоро сможет вернуться в родные места, когда там станет безопасно. Много людей помогают. Волонтерами становятся обычные люди и знаменитости. Все делают то, что могут. Перечисляют деньги, закупают продукты, организовывают доставку лекарств, делятся информацией. Правительства разных стран остро нуждаются в поддержке. И они тоже просят помощи. Одни у Европы, другие у Америки, третьи у Китая. И не всегда ее получают. Потому что и там тоже есть люди, которым нужен свой совет и своя помощь. Так появляется обида. Нам отказали. Вот он, момент истины. Что делать, если в душе творится такое, что даже невозможно это выразить словами? Чувство от ненависти до бессилия. И перекладывать их на близких равносильно преступлению. Они тоже страдают, только по-своему. В такой момент ты можешь принести все, что есть внутри. Все, что наболело только одному. Кто тебя точно поймет, это творцу. Он создал все молекулы, из которых состоит твое тело, твой дом и твой бутерброд. Он видел тебя, когда ты был еще в очереди матери. И он видит тебя сейчас. Он единственный знает, где твой выход из твоего тупика. Обратись к нему так, как ты умеешь. Так, как ты можешь. Простыми человеческими словами. Скажи, что ты хочешь жить и быть счастливым. Что хочешь увидеть счастье своих детей. Попроси остановить безумие и дать лучшие пути решения всем ответственным там, где ты находишься. Кажется, что от тебя ничего не зависит. Но это не так. Твоя молитва может сотворить чудо. Обратись за помощью к Создателю. Он не молчит. Он просто отдал все права на земле тебе и мне. Молись, даже если раньше не молился. Даже если не уверен, веришь ли ты. Молись, даже если прочитал все священные книги. И так не определился, где истина. Молись и не молчи. Бог рядом. Он слышит. И Он отвечает. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok